Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы с тобой поиграем в очередной LEGO Star Wars, попробуем противостоять натиску темных сил, пройдемся под парусом и постреляем из пушки, перейдем на новую энергетическую ступень эволюции, пособираем ягодки в стратегии, ну и побываем в шкуре солдата. Поехали! Первая игра на сегодня LEGO Star Wars Micro Fighters. На этот раз нас решили порадовать стрелялкой, где враги вылазят со всех сторон, а ты мирно прешь вперед и мирно отстреливаешь кого успеешь. Жанр древний, как фекалии мамонта, и я думаю, любой из нас уже успел поиграть хотя бы в две такие игры. Что можно сказать конкретно о Micro Fighters? Она имеет довольно занятный дизайн, несколько видов транспорта, которым ты будешь управлять, и, конечно, дофига всяких летающих и ползающих штук, которые будут пытаться тебя убить. В принципе, ничего оригинального в жанр эта игра не принесла, и вряд ли будет штырить кого-то, кроме фанатов Звездных Войн. Вторая игра называется Downkeeper Last Survivors. Когда игра началась, я уверен был, что это РПГ. Ну там типа карта, сюжет, нашествие темных сил и все такое. Но после вступительных диалогов игра внезапно превратилась в Tower Defense. То есть твой герой стоит в левой части экрана, а справа прут мобы, по которым надо стрелять тапами. Иногда вылазят боссы, которые жирные, живучие и все такое. Помимо обычных атак, есть еще всякие молнии, метеориты и прочие волшебные штучки, которые довольно-таки полезны в бою. Всего в игре три героя, каждый с какими-то своими историями, и карта с кучей локаций, которые надо пройти. Эта игра прекрасный пример того, что даже из чего-то очень простого, можно сделать что-то эпичное и с сюжетом. Третья игра на сегодня Warships Online. И это... это как танки онлайн, только про корабли. Кто знает, тот поймет. А кто не знает, тот тоже поймет, потому что уж я не знаю, в какой пустыне можно найти отшельника, который бы сейчас не слышал о танках. А в общем-то система та же. Плаваешь, целишься, стреляешь по противникам. На мой взгляд, игре не хватает динамики. Я, конечно, понимаю, что парусные суда – это не самые быстрые и маневренные штуки в мире, но это ж все-таки аркада, а не симулятор. Тем не менее, любители пиратства и хождения под парусом наверняка найдут игру занимательной, а мы идем дальше. Дальше игра по имени Энергия. И она про энергию. Ну, то есть шматок положительной энергии в отрицательной вселенной – это герой этой бродилки. Уровни представляют из себя лабиринты с головоломками, всякими энергетическими полями и загадками. Чтобы выжить, наш шматок должен постоянно пополнять свой запас энергии, решать загадки и стараться не огрести от врагов. А враги здесь – это практически все, что тебя окружает. Игрушка яркая и интересная, поиграть в принципе стоит. Следующая игра – Хроники Королевства. И это одна из тех залипательных стратегий. Ну, знаешь, где все надо собирать тапами и все такое. Это имеет довольно милую графику и даже как бы забавный сюжет. Не сказать, чтобы она так уж отличалась от своих собратьев, но играть в нее приятно. Игра представляет из себя набор локаций, каждая из которых имеет какую-то определенную миссию. Естественно, чем дальше, тем глобальнее проблемы и тем больше ресурсов окажется под твоим управлением. Последняя игра – Death Defense FPS. И она не про зомби, как можно было бы подумать из ее названия. Она про людей с оружием. Играем мы за снайпера, которому поручено спасти военнопленных. Ну, естественно, это лучший в мире снайпер и миссия ему по плечу. В игре забавная система прицеливания, кое-какие фишки с гравитацией и полно всяких батальных сцен. Так что, любители стрелять, качайте. Наверняка понравится. Ну, а у нас на сегодня все. Подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Федор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok